Итак, шитим. Шитим – это акация. Шитим – это акация, да. Шитим – это дерево. Эц. Эц – шитим. Дерево – акация. Эц. Какие у вас ассоциации со словом Эц также возникают? Помните? Дерево, кость, скелет, да? Эц. Когда говорил Эц, Эцли, да, помните? Басар, Басари, сказал Адам. Это кость от кости моей, да, то есть кость и дерево. Вот только там Алиф и Ц, да, а здесь Айн и Ц. Значит, дно произносится одинаково. Одинаково. Значит, кость – Эц, Алиф – Цади, да? Здесь Айн – Цади, дерево – Эц. Итак, Эц – шитим. Отца. Отца. Кроме, значит, того, что дерево – Эц. Отца – закрывать, а также совет, совещание и мудрость. Если мы добавим здесь Ют, что мы получим? Я – Эц. Я – Эц. Вы были в консульстве Зайда? Что там на табличке кабинета консул висит? Слово, что такое консул? Конселла. Конселла, да? Советник. А на иврите там висит табличка Я – Эц. Я – Эц. Консул – это Я – Эц, да? Консул. Итак, Я – Эц. И вы знаете, что Исаия 9 глава 6 стих – это символ Мессии. Символ Мессии. Еще кость, вы знаете, как говорят, если крепкий скелет, если крепкая кость, да, то и весь человек крепкий. Поэтому кость, и сейчас однокоренное слово – Ацам – это становиться сильным, всемогущим и закрывать. А Уцам – дробить кость. Дробить кость. А также слово Уцам означает становиться реальным, материализовываться. Эцам – предмет. Шит, да? Шита, акация. А также система, метод, мнение, насмехаться и осмеивать. Шит, шита, да? Шитим здесь написано, шит, шита. Это акация, система, метод, мнение, насмехаться и осмеивать. Со словом ШТ, опять-таки мы берем согласные, да, согласные разные. Какое у нас однокоренное слово есть в украинском, в русском языке насмехаться? Смеяться? Шут. Шут, шутить, шутка. Да? Шут, шутить, шутка. Если мы ШЕ будем читать как Т, то получится ШИТА, САТА, что ШИТА, а то САТА. А САТА в сотах – это кто такая, помните? Блудливая женщина, которая, да, непокорна была своему мужу, но муж не знает, она блудила или не блудила, и делается с ней испытание, да? Итак, САТА, САТА означает заблудиться, противиться, отсюда слово противник, как будет? САТАН, да? То же самое ШЕ, только мы читаем как С, поэтому на иврите САТАН, а по-арабски как будет? ШАЙТАН. ШАЙТАН, видите? САТА – это блудливая женщина, да, САТА, а заблудиться, отвернуться, отклониться, уклониться. САТАН – противник, или ненавидеть, говорить против, обвинять. Ну, отсюда, естественно, слово САТАНА, тоже он противник, обвинитель. Видите, САТАН, вот слово обвинитель на суде будет САТАН. И САТАН действительно, кто, какое действие делает? Обвиняет, да? САТАН обвиняет, он противник наш, и он обвинитель наш на суде. Итак, видите, ЭЦ, ЯЭЦ – это совещание, мудрость, да, имя Мессии, становиться сильным, закрывать, а также связано с костью, с основой, чего-то, скелетом. А ШИТА – это и акация, метод мнения, насмехаться. Отсюда слово ШУТ, да? Вот, и САТА – это что, САТА, женщина блудливая, или уклонившаяся, да? САТАН – это противник, ненавидящий, САТАНА – дьявол. Как это связано, видите? И слово стало плотью – это прообраз Ешуа, пришедшего к нам во плоти. Он ходил, уставал, смеялся, ел, пил, молился и был искушаем. Ссылки на Новый Завет. Евреям 5.7. Он в одни плоти своей сильным воплем, со слезами принес молитвы и моления, могущество спасти его от смерти. А также Римляна 8.3. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, но Бог послал Сына Своего, в подобии плоти греховной, в жертву за грех и осудил грех во плоти. 2 Коринфянам 5.16. «Если же знали Христа во плоти, то ныне уже не знаем». Помните, кость, да, яец, советник, и советник как намерился? Во плоти. Значит, это символ Ешуа Мессии, и вышелся во плоти. Дерево шетим часто встречается, и из дерева шетим делали такие вещи, которые должны были долго, да, не гнить и очень долго сохраняться. Ну, кроме того, у акации есть колючки, да, вы видели, есть такие акации с большими колючками, да? И помните, что было с Ешуа? Он был прозвёт, да, тёрным. Ну, слово тёрн, а там может быть любое колючее растение, чтобы вы знали. Не только тот тёрн, который имеется, ну, как дикая слива тёрну. Это может быть вполне и акации быть. Итак, это Ешуа Мессия, явившийся воплотим, так? И ещё интересно, что основа, так сказать, скелет скини, был сделан из дерева акации, а сверху были покрывала. Вот как-то человеческий организм, да, он тоже состоит как бы из скелета и разные покрывала, да? Значит, эндотелий, мезотелий и эпителий. Вот когда образуется зародыш, да, образуются так называемые три зародышевых листка. Эндотелий, из него формируются все внутренние органы, да, имеющие общение с внешней средой, да? Это кишечник, желудочно-кишечный тракт и так далее. Мезотелий, он формирует мышцы, сосуды, сердце и эпителий. Это что у нас эпителий? Кожа, да, и человеческий глаз. Вы знаете, что человеческий глаз? Это просто часть кожи и часть мозга, которые соединены вместе. И видите, здесь получается четыре покрова. Если мы возьмем так вот, снизу вверх, было сначала акация, шетим, потом виссон белый, помните? Потом козья шерсть, потом красные шкуры и сверху, помните, синие бараньи шкуры. То есть, сверху какого скиния было цвета? Синего, голубого цвета. Посмотрите у вас, атлас. Вы посмотрите, атлас, я потом заберу у вас. Какого цвета была скиния? Синего, да? Синего цвета. То есть, то, что сверху мы видим, да, это мы сверху видим синий, сверху видим синий цвет. И все это про образ нашей плоти, нашего физического состояния. Мы были сотворены по образу Божьему, и если бы не грешили, то жили бы вечно. И вы знаете, что мы будем иметь такую замечательную плоть, правда? Но мы не вечны. И дерево – это не вечный продукт. Почему-то не сказал Бог сделать из камня. Правда? Да. Но из дерева. Дерево недолговечное. Но есть, но есть одна радостная вещь. Знаете, есть новость плохая, и есть новость хорошая. Потому что дерево покрыто чем? Золотом. А золото, оно вечно. И если просто дерево символизирует обычную нашу плоть, которая будет рассыпаться, да, как древесная труха, то мы получим новую плоть – золото. И еще мы облачены. Облачены в Иешуа Мессия. Вот эти кожи все эти символизируют разные, да, аспекты жертвы Иешуа Мессия. Мы облачены во Христа. И наша плоть становится облаченной во что? В золото, в нетленный материал. Это прообраз того, что мы такие воскреснем. Вы знаете, что все воскреснут, да? И грешники, и праведники, и все воскреснут. И все получат новую плоть. Но в зависимости от того, где они будут находиться дальше. Это уже другой вопрос. Поэтому дерево скини покрыто золотом. Мы покрыты золотом жертвы Иешуа Мессии. И когда мы воскреснем и будем с Богом на небе, мы будем из нетленного золота. Хорошо. Следующее. Значит, 25-й, 6-й стих. Масло для миноры, благовоние для масла, помазание и ароматные воскурения. Значит, это могут быть как бы разные составляющие счастья. Тогда получается их больше. Либо можете ставить как одно, да, составляющее. Масло как будет? Шемен. 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 Когда мы говорим о шемене, масле, мы о каком жире говорим? О растительном жире, да? В древности единственное растительное масло, которое употреблялось во времена Иешуа, это какое было? Оливкое. Сейчас мы подсолнечное, кукурузное, там, облепеховое и так далее, да, употребляем. Но в то время оливковое масло. То есть, шемен – это масло, жир, оливковое масло. Слово шаман означает жирный. Помните, там была толстая девочка шемена, да, и девочка худая. И собака толстая и худая, когда мы последние там уроки еврита изучали с вами. Стало быть, слово шаман означает жирный. Шемен – определять, оценивать. Шем – это имя, слава, репутация. Имя, слава, репутация. Видите, шем – тоф, мин – шемен – тоф. Это из экклезиаста. Шем – тоф, доброе имя, мин – шевен – тоф. Лучше, чем какое? Шемен – тоф, чем добрый елей, да? Чем доброе масло, доброе. Имя лучше хорошего елея. Еще шем, и мы все семиты тут, вот, кто в прямом физическом смысле, кто в шатрах Сима находится, да? Поэтому мы все семиты, я надеюсь, антисемита тут никого нет. А кто шем? Сим, да? Сим – это блин из сыновей Ноя. Шемен – маор, ле мэнара, да? Значит, масло для освещения. Маор. Маор – это что? Свет. Маор. Маор. Кто переведет вам имя и фамилию Голда Мейер? Да. Сияющее золото, да? Голда – это еврейское, идишское имя, но она, кстати, не Мейер, это ее псевдоним. У нее такое, европейская, да, фамилия была, она просто взяла псевдоним. Голда Мейер, получается, сияющее золото, да? Мейер – означает сияющее. Маор – свет, иллюминация, яркость. Ор – это что? Свет, да? Свет. Шемен – это масло. Иллея – это символ чего? Или кого? Духа Святого, да? Значит, это символ Духа Святого. А, кстати, Дух Божий, Дух Святой и Дух Христов. Это одно и то же, или это разные вещи? Вот, некоторые учат, что это разные. Это один Дух, да? Ну, просто он по своим качествам может проявляться в зависимости от того, как мы его называем, то есть какие качества, да, мы больше оцениваем в данный момент. Поэтому Римлянам 8, 9, 11, да, это символ Духа Божьего, Духа Христова. И еще Матфея, 5 глава, 14 стих, говорится, что мы свет миру. Мы свет миру, да? Хорошо. Итак, это символ Духа Святого, да, и символ света миру. Ароматы для Иллея. Значит, как будут ароматы? Иллея – помазание. Да? Это – бе-самим ле-мэ-шэх. Бе-самим ле-мэ-шэх. Мэ-шэх – это что означает? Помазание. Помазание, да? Итак, бе-самим, мы уже говорили, кто забывает, бе-самим мучьем. Так? Ле-ма-шэх. Так, значит, это для иллея помазания, да, ароматы для иллея помазания. Босэм – ароматы специи. И интересно, видите, бе-шамим одинаково пишется как бе-шамаем. Вот если у нас нет огласовок, мы не знаем, как считать, да? Помните, что в Торе нет огласовок. Поэтому бе-самим и бе-шамаем пишется одинаково. Значит, на небесах. Еще слово шэ-мама означает пустыня, разруха, опустошение. Разорение, ужас, шамам – быть шокированным, заброшенным и пораженным. Мэ-шэх, видите, и ма-шэх, они пишутся как? Одинаково. Мэ-шэх и ма-шэх. Еще слово сиха – это беседа, разговор, медитация. Беседа, разговор, медитация. И в данном случае, видите, это елей помазания. Бесамим. Бесамим. И как будто елей стекает на бороду Аарона, да? Откуда стекает? С небес, да? Это означает помазание Духом Святым, да? Ароматы для елей – помазание. Это помазание Духом Святым. И каким Духом? Он же Дух Ма-шэха. Так, записываем, да? Хорошо. Следующий. Бесамим. Великторет бесамим. Значит, бесамим. Великторет. Ликторет. Значит, то же самое бесамим. Ликторет. Ли – это к. Великторет. Великторет. Корень. К. Великторет. Великторет. Бесамим. Великторет. Великторет – это значит окуривать, да? Коптить. Или вот курение. Тогда приносили мирные части жертвы на животного. Это был аромат, помните, приятный для кого? Для Господа, да? Благоухание. Приятное для Господа. То есть, значит, означает курение, которое было. Кого? Приятное для Господа, да? Бесамим также сам аромат, лекарства и токсин. Вот. Травка. Сим-сим. Открой дверь. Знаете, что это за травка была? Гашиш? Сим-сим – это конопля, Гашиш. Травка конопля. Многим открывает дверь. Куда-нибудь. Да. А во времена Ешиа, Гашиш, курили? Курили, курили. Так, хорошо. Итак, также самой невидимой, слепой, спрятанной. Вот. Самых полагаться, приближаться, доверять, помогать. Ну, семха, там другое все, да? Радость. Хорошо. Итак, значит, ктерет – это курение. Какое? Приятное для Господа. И еще слово ктер означает корона. Ктер означает корона. А они были еще очищены. И еще одно из значений слова катар – какое означает? Очищаться, да? Помните, были такие катары? Катары, которые они, да, они не признавали некоторых вещей в римской католической церкви. Правда, они имели некоторые и оккультные вещи. Там было и положительное, и отрицательное. Вот. И слово катар означает очищаться, очищение. Итак, видите, очищение, да, аромат приятный для Господа. И что? Это то, что Ишуа, Ишуа принес наше ходатайство. Ходатайство – молитвы святых. Молитвы святых с чем связываются? Это с курением, да? Не с курением гашиша, не с курением табака, а с курением именно вот этих вот смесей. В православной церкви тоже применяют определенные такие воскуривания, да? Кадильницы мы видели. Такие вот наподобие такие кадильницы были и в храме. И кто занимался этим каждым деньем, мы знаем, из персонажей Нового Завета? Да, Захария, помните? Занимался каждым деньем. И последнее, и последнее – это различные камни. Мы еще о камнях поговорим. Вот. Авны шохам. Авны шохам – это камень оникс. Эвен – это камень. Авны шохам. Авны шохам. Авны – единственное число. Авны – единственное число. Авны – не в ту сторону. Авны – какие? Шохам. Шохам. Здесь в авне нету в оригинале, просто остается. Шохам. Авны шохам. А я поставил, чтобы вы не подумали, что это синтез буква. Авны шохам. Значит, это камни оникс. Эвен – драгоценный камень. Видите? Ава – это хотеть, желать, иметь желание. Аба – отец. Ав – отец, патриарх, хозяин, бог. Также ав – в пятый месяц еврейского календаря. Есть слово «агава» тоже похоже, связанное с ним. И шахэм. От шэм – имя, название. И в середине какая буква стоит? Гэй. Значит, это имя какое? А – шэм. Смотрите, шахэм. Если мы переносим букву, что у нас получается? Га-шэм. Имя Божье. Итак, камень оникс – это намек на небесного Отца. И имя Божье. Ав – отец. Авны шахам. Это что? Имя Божье. Видите, есть такая игра слов, что мы, сыны Авраама, говорили фарисеи. А еще, говорит, может Бог из этих авней, да? Значит, Иса сделает бней Авраам. Авней – бней. Из этих камней, да? Бог может сделать сынов Авраама. Хорошо. И еще из нашего еврейского наследия, если говорить о золоте, серебре и меди, есть еще такая интересная хасидская штучка, комментарий такой, говорят, что золото, серебро и медь – это намек на качество того, кто пожертвовал. Загав – аббревиатура. Зе анесейн бори – это делает здоровьем. Кэсев – серебро. От аббревиатура слов. Кшэйс – саканас нахат – когда есть опасность страха. И нахаш – это нсинат ахэли шээмер. Это жертвование больного, которое говорит, ну, отдайте. То есть, это если больные жертвовали, что они делали? Исцелялись, да? Исцелялись после пожертвования. Хорошо. Теперь мы делаем новый подзаголовок и будем говорить о разных частях. В фаиатуре сначала идет вообще описание святилища, а затем различных частей Мишкана. Но я хочу просто остановиться сначала на отдельных частях, а потом мы поговорим в общем, что символизирует. Значит, Ковчег Завета, 25 глава, исход с 10 стиха. «И пусть сделает Ковчег из акации два с половиной локтя длиною, полтора локтя шириною». Сколько это перевод на наши веры? Локоть – это 50 сантиметров, да? Метр двадцать пять в длину, полтора или сколько там? А два с половиной локтя длину, полтора локтя шириной. Значит, где-то 75 сантиметров шириной, переводите. Значит, и полтора локтя высотой. «И покроешь его чистым золотом изнутри и снаружи покрой его. И сделай вокруг него золотой венец сверху. И отлейте от него четыре золотых кольца, и прикрепи их к четырем углам его. Два кольца с одной стороны и два с другой. И сделай шесты из акации, и покрой их золотом. Став кольца шесты по бокам Ковчега, и будут они, чтобы носить Ковчег на них. В кольцах Ковчега пусть будут шесты, нельзя вынимать их оттуда». То есть, шесты вынимались? Нет, не вынимались. Этим отличалось. Шесты, которые носили жертвы ник медный, они что делали? Вынимались. Те шесты, которые Ковчег в заветах носили, они что? Не вынимались. То есть, он там с шестами и находился. «Положи в Ковчег свидетельство завета, которое я дам тебе, и сделай крышку Ковчега из чистого золота. Два с половиной локтя длиною и полтора локтя шириною». То есть, такой же величины. «И сделай двух кругов, мы будем говорить, кто же эти круги, которые там были, из золота, и на двух концах книг крышки, выкуй их вместе с крышкой». То есть, крышка была как составная или из одного материала? Из одного материала, да? То есть, круги, они не были припаяны, они не были прибиты, не были каким-то способом там сварены, они выковывалися просто, да, из цельного куска золота. «И сделай одного круга с одной стороны и другого круга с другой стороны, и на самой крышке выкуй кругу на двух краях. И будут круги с распростертыми крыльями, приподнятые крылья должны прикрывать крышку, а лица их будут обращены друг к другу и слегка складены вниз к Ковчегу. «И положи крышку на Ковчег сверху, а в Ковчег положи свидетельство завета, которое я дам тебе. И я буду являться тебе там, я буду говорить с тобой из пространства над крышкой Ковчега, между двумя кругами, которые в Ковчеге свидетельство завета. Так я буду передавать через тебя повеление сынам Израиля». То есть, вот такой ящик. Видите, ящик состоял из трёх частей. Да? Из трёх как бы ящиков. В середине получался деревянный ящик, в самый внутри какой ящик? Золотой. И снаружи какой? Тоже золотой. Какой это прибор вам напоминает? Конденсатор. Да? Помните, я вам говорил, как были устроены египетские пирамиды? То, что мы сейчас видим, это только остаток египетских пирамид. Они были выложены керамическими плитками, которые снаружи были покрыты золотом и снутри были покрыты золотом. Да? И сверху пирамиду венчала пирамида из цельного куска золота. И это напоминает нам, помните, мы говорили, колебательный контур. Конденсатор, да? И катушка. Только вместо катушки, как инерционной части колебательного контура, был золотой массивный предмет. Единый, цельный. И они были соединены, эти конденсатор и катушка. Образовывался колебательный контур. Таким образом, если пирамида Хеопса была стационарным приемником, то ковчег это была мобилка. Ну, естественно, по размерам своего времени. И когда сделали модель ковчега, оказалось, что она что, заряжается очень высоким электрическим зарядом. Вот поэтому нельзя были золотые вот эти вынимать, да? Из колец. Потому что, если бы мы начинали вставлять, мы бы могли получить электрическое поражение. В Торе не сказано, но есть изображение, левитом несущих ковчег, и они имели что на руках? Перчатки. Опять-таки, для чего? Для того, чтобы не получить удар электрическим током. И когда кто-то случайно коснулся, помните, когда везли, что с ним случилось? Да, убило. Интересно, что слово электричество встречается в Торе. Хашмаль. А русское слово хашмаль, да? Чем-то нам напоминает шмалиться, пришмалиться. Да, это скорее украинское слово. И получился шмаленный поросенок вместо левита. Когда он не соблюл технику безопасности. То есть, это серьезно, да? Ковчег, помните, мы говорили, из дерева сетим. Здесь употреблено слово ковчег Арон. Вы помните, что для ковчега, которым Ной плавал, и ковчег, который несли сыны Израиля, это разные слова. Кто помнит слово ковчега Ноя? Тейва. Да, Тейва. Спасательная капсула современного. Современного, говорите, со спасательной капсулой. А здесь Арон, ящик. Арон, ящик. Коробка. Арон, он похож на слово Ор. Видите? Арон, Акодеш. Ящик какой? Святой. Мы говорим, ковчег Завета. В действительности, Арон, Акодеш. Да? Арон, Акодеш. И в напоминании этого Арона, Акодеш, в современных синагогах, что находится? Тоже такой же шкафчик, да? Который также называется. И в том, что находится? Святок Торы, да? А в Ароне что находилось? Святой. Да? Да, скрижали Заветы. И еще другие вещи, которые напоминали нам о том, что связано было с Заветом. Итак, это коробка. Но эта коробка была более могущественной, чем атомная бомба. Это сила и могущество Божье. И многие люди, которые пытались заглянуть туда и попытались посмотреть, что делать Бог, погибали. У них были нарывы на коже, у них воспалялись лимфатические узлы и были другие признаки поражения лучевой болезнью. Знаете? Но это не потому, что там, конечно, держали, скрижали из Плутония, когда Моисей соединен, шарахнуло и пол Египта снесло, да? Нет, конечно. Но видите, это огромная сила. Это огромная сила. И это ОООР свет. Люди боятся света и ненавидят его. Ковчег – это символическая модель Бога и отражение его сущности. Длина каждой из четырех сторон – два с половиной локтя, общая длина – десять локтей, пять на пять. Это символизирует две скрижа из Завета с написанными на них десятью заповедями. Так? Символизирует скрижали из Завета, написанные на них десятью заповедями. Два с половиной и два с половиной пять, да? И сверху, и снизу, если посчитать, тоже получалось в сумме. Значит, символизирует две скрижали из Завета написанных на них десятью заповедями. Из них первые говорят об отношении к Богу, да? Пятое – об отношении родителей и детей. Причем некоторые говорят, что пятое – это тоже заповедь о Боге, потому что так как мы относимся к своим родителям, так мы относимся и к Богу. И следующие пять – они говорят об отношении между Богом и человеком. Обложи чистым золотом, снаружи, изнутри покрой его. Обложи, покрой ве цифита. Ве цифита. От слова «цафа» – покрывать пальто, смотреть, наблюдать изнутри, и снаружи – мейбайт уминцух. Мейбайт уминцух. Снутри и снаружи. То есть, вы знаете, что Бог имеет три. И все три – суть, что? Одно. Отец, сын и Дух Святой. И из них сын, который находится посередине, он делан из чего? Из дерева. А дерево, мы говорили, символизирует также плоть человеческую. То есть, отец, сын, который в середине, и Дух Святой. И вы знаете, когда мы берем мацу, мы тоже берем три мацы, да? На Песах. И какую мы мацу прилавляем? Средняя, да? Средняя. То есть, это символизирует три единства Божие, и символизирует то, что Иешуа Мессия явился во плоти. И сверху крышка, да? И был венец. Венец – зер. Венец – зер. Зер – это корона диадема. Зер. Венец – корона диадема. Зер. То есть, вот так примерно выглядит в ковчег. Да? И что здесь? Зер. Корона диадема, да? А здесь крышка. Крышка из единого материала, и там нечто... Мы не знаем, как выглядели эти круим, но говорят, что у них были человеческие лица. Так? Вот так. И здесь что находились? Кольца, да? Кольца. И что? И шесты. И шесты. Итак, зер – корона. Видите, с одной стороны, эта корона получалась для того, чтобы крышка, когда закрывается, она не сдвигалась. При перенесении она не соскальзывала. Нет, крышка ставилась и сверху. Там не было петель. Крышка ставилась сверху. Значит, зер. И в гречески корона диадема, да? По-гречески корона диадема. И когда приходит Ишо, у него на голове что? Много корон, да? Много корон. И слово «зар» еще, слово «низар». Низар означает освободиться от ненужных вещей. Низар – освободиться от ненужных вещей. Тот, кто брал обет освобождения от ненужных вещей, как он назывался? Назир, да? Назир, или мы говорим Назарей. Помните, Ишо был из Назарета, но не Назарей. Он был Назарянин, если правильно. Значит, венец, напоминание, что Ишо – Мессия, есть царь, царей. А также, когда говорят о клятые Назареи, вы помните, он отращивал волосы, воздерживался от вина и любых продуктов, связанных с вина, не прикасался к мертвому телу, он посвящал себя Господу, да? И так это что? Посвящение себя Господу, да? Посвящение себя Господу. Отказываться от ненужных вещей. Отказываться от ненужных вещей. Знаете, был такой Конфуций, который считает, что из колена Асира он происходит, да? Из колена Ашира Асира. Есть некоторые основания считать, что китайский мудрец Конфуции происходил из колена Ашира, то есть был евреем. Есть основания некоторые считают. Но так или иначе, он говорил, очень интересные еврейские штучки. Ну, например, его высказывания. Не делай другому ничего плохого, что не понравилось бы тебе. Это выгодно тебе и полезно для государства. Похоже на некоторые еврейские изречения? У него есть еще такое изречение. Подумай хорошенько. То, что кажется тебе необходимым, на самом деле, что излишне. Да? Можете записать выражение Конфуция. Подумай хорошенько. То, что кажется тебе необходимым, на самом деле, излишне. Вот это говорится о назир, да? То есть человеке, который отказывается от всего лишнего. Хорошо. Кольца. 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 Вылей из него четыре кольца золотых и утверди на четырех нижних углах. Два кольца по одной стороне и два кольца с другой стороны. Так, вылей. Значит, я цакта. Видите? Я ца, я ца. То же самое, как я цар, да? Я цакта вылит. Если мы берем кованые кольца, допустим, берется стержень, заворачивается, и вместе возникает стык, да? То было это допустимо для кольца? Кольца, которое было в Ковчеге. Не было допустимо, да? Не было допустимо. То есть литое сплошное кольцо. Ну, вот как мы обычно делаем. Кольца или цепочки. У вас есть цепочки, да? Вот берут, здесь соединяют. Такое кольцо можно было? Нет. Оно должно быть полностью, без всяких швов и стыков. Оно должно быть полностью. Литое. Значит, я цакта. Однокоренные слова цук. Цак означает наливать, выливать на что-то, сильно давить или вызывать страдания. И кольца табаот. Вот это слово вы уже должны запомнить. Табаот. Та-па-от. Через айн. Табаот. Так, одно кольцо. Таба-а. Таба, да? Таба-а. Помните, как мы говорили, когда мужчина дает женщине кольцо, и, да, это будет супружество. Что он говорит? Ат-ме-кудэшит-ли, бет-а-бе-ат-ха-зот. Так? Ле-да-ат-маше в Исраэль. Ат-ме-кудэшит-ли, бет-а-бе-ат-ха-зот, да? Ле-да-ат-маше в Исраэль, да? По закону Моисея и Израэля. Я вам рассказывал, как я устраивал еврейскую свадьбу своего сына в единисиатической церкви. Я сам выучил, заставил его выучить это. И он своей супруге сказал так, что у него свадьба была кошерная с точки зрения иудаизма. Вот. И ме-кудэшит, то есть посвящаешься, да, ли табаат, тем бет-а-бе-ат, этим кольцом, да? Бет-а-бе-ат-ха-зот. Таба, видите, еще слово това. Тов это какой? Хорошее, да? Табаат это кольцо. Тева характер, сущность. Хорошо, делаем перерыв.